Решила посвятить пяти важным пунктам, чтобы немного помочь родителям, которые интересуются домашним обучением, собрать, как говорится, все мысли в кучу и во время этих каникул хорошенько обдумать их план. И у меня эти пять пунктов делятся на следующие категории. Первая — цель, которую мы преследуем. Вторая — карьера мамы, что это означает для мамы. Третья — ресурсы. Четвертая — окружение, социализация. И пятое — как долго будет длиться этот балаган. Смотрите, что я думаю по поводу домашнего обучения. Если бы у меня было очень-очень много денег, наверное, я бы не отправляла своих детей в школу. Но это не значит, что я бы занималась их обучением. Я бы привлекла самые лучшие ресурсы, которые существуют в этом мире и приготовила для них индивидуальное обучение по программе, которая подходит моим детям и программе, которая подготовит их к будущей карьере. Поэтому, когда вы беретесь за домашнее обучение, вам нужно задать следующий вопрос. Какая у меня цель, для чего я это хочу сделать? И определиться, написать прям вот список целей, что я хочу получить от домашнего обучения. Многие из вас напишут, я просто хочу быть со своим ребенком вот 24 часа в сутки, и я хочу быть тем единственным человеком, который будет влиять на те знания, которые в него будут поступать. Или же, я, моя цель, я не доверяю австралийской, российской, китайской, японской системе обучения, поэтому я хочу предотвратить вот эту вот травму и посвятить свои годы обучению моих детей, привлечь самых лучших специалистов по тем предметам, которые вам, ну, интересны. Напишите список целей. Теперь подумайте, что это означает для вашей карьеры. Возможно, домашним обучением будете заниматься вы сами, но, как правило, это бывает мама. Возможно, это будет делать папа. Возможно, вы будете привлекать какого-то другого человека. Но вокруг всего этого крутится ваша карьера, ваша профессиональная реализация. Вы или становитесь учителем фулл-тайм до своего ребенка, то есть вы и мама, и учитель одновременно, и хозяйка. Мы убираем карьеру как таковую, кроме вариантов, когда вы можете что-то делать из дома. И на эти часы, если дети маленькие, потому что, ну, мы адекватно понимаем, до 10 лет вам все равно придется как-то мониторить это домашнее обучение и отвлекаться на него постоянно. Когда детям уже 10 плюс лет, вы можете убежать там на 2-3 часа в свой кабинет и заниматься какими-то делами, посадив детей, там, не знаю, перед компьютером или что-то еще. Но первые 5 лет – это вы и ваше присутствие. И, естественно, это будет влиять на вашу карьеру. Если вы можете работать из дома – замечательно. Возможно, вы будете работать по вечерам, по ночам, на выходные, меняться как-то с мужем – я не знаю. Но если ваша карьера предусматривает хождение в офис и присутствие там, то, к сожалению, сочетать домашнее обучение, если вы учитель, и карьеру очень сложно. Чем хорошо домашнее обучение на стадиях 10 плюс, и чем оно популярно в Америке среди владельцев мелких бизнесов, потому что вы привлекаете уже ребенка к этому мелкому бизнесу, и, как правило, к 14-16 годам эти самые дети ваши на домашнем обучении уже непосредственно участвуют в этом мелком бизнесе. То есть подходит идеально тем семьям, которые работают из дома, айтишники, программисты, которым нужен только компьютер, у тех, у кого свой бизнес, и они могут находиться в любой точке мира. И довольно flexible график. Следующий момент – это ресурсы. Ресурсы – это такая штука, которая становится прям таким камнем преткновения для многих родителей на домашнем обучении, потому что мы бросаемся в две такие крайности. Первая крайность – мне нужно все делать, что написано в программе, например, Австралии, если это австралийская система. Я скачаю все оттуда, я возьму эти учебники, и я делаю то же самое, что в школе, только дома. Он довольно-таки упрощенный вариант. Вторая категория, которая говорит, нет, я возьму программу, и я найду сама все лучшие ресурсы. И этот путь занимает огромное количество энергии наших мам, потому что мы проводим огромное количество времени на интернете, и сейчас самое лучшее, что может быть, чтобы преподать какую-то определенную тему. То есть вы таким разработчиком ресурсов еще становитесь. Поэтому подумайте, на что у вас хватит энергии, какие ресурсы вы будете использовать. Есть еще один вариант. Это когда вы привлекаете репетиторов и людей, которые будут обучать каким-то определенным вещам ваших детей. И используйте ресурсы, например, музеев, каких-то workshops. То есть это тоже ресурсы, но вы за них уже платите, и их доносят до ваших детей другие люди. Следующий момент. Окружение. Наверное, это самый главный пункт, потому что вы мониторите очень четко окружение вашего ребенка. Если вы отправляете его в школу, и у вас нет никакого контроля, единственный у вас контроль – это выбор района и демографии, куда сбегаются дети в определенную школу, то при домашнем обучении уже сужается круг общения, и вы имеете больше над ним контроля. Это одна из основных причин, почему переходит на домашнее обучение в Австралии. То есть школьный буллинг – это невозможность внедриться, вписаться в школьную систему. И когда мы находимся на домашнем обучении, мы можем сказать, мы, например, общаемся с этими людьми или общаемся с этими людьми. Но таким же образом у вашего ребенка возникает узкий круг общения, в котором он будет находиться в определенные часы, и он будет происходить немножко реже, чем это происходит в школе. Ну, то есть если в школе вы каждый день пять раз в неделю, не гарантия, что пять раз в неделю мама будет куда-то вывозить ребенка. Возможно, будет, возможно, не будет. Но, например, если на улице дождик, и там плохая погода, в школу мы все равно идем, сидим там внутри. Но дома, когда вы на домашнем обучении, вы вряд ли поедете на какой-то плайдэйт или куда-то еще. Возможно, вы поедете к кому-то в гости, такому же школьнику, у которых там будет два ребенка сидеть дома, и ваших двое. Вот у вас окружение четыре человека. То есть ваша социализация будет меньше, но это не значит, что она не будет качественной. Возможно, даже наоборот, потому что вы целенаправленно выбираете, да, с кем общаются ваши дети. Теперь, как долго? Одна из основных проблем, с которой встречаюсь я в моей практике, это родители, которые приходят в пятом-шестом классе, ну, домашнего обучения, с ужасом, думая, ого, мы что-то уже боимся. На начальных этапах это все было легко, но мне кажется, что у меня не хватает знаний и ресурсов, чтобы обучать моего ребенка на дому седьмой-двенадцатый класс. И я не знаю, что мне делать. И, как правило, к этому времени очень многие выгорают и понимают, что им хочется самореализоваться, устроить свою собственную карьеру. Тинейджеров обучать не так легко мамам. Не всем может повезти, и что ребенок сам организуется и мотивирован. Тут очень много вариантов. И первый шок, который наступает, это переход в хай-скул. Как же мой ребенок будет адаптироваться, если он не привык к системе? Вот над этим придется работать в пятом-шестом классе, чтобы немножечко ребенка тонизировать и подогнать под критерии школьные, чтобы ему было легче в седьмом классе адаптироваться под звонки, под специфические задания, под оценки, которых у него не было. И это, ну, как бы... Я не говорю, что прям вот все будут этим травмированы, но это большой аджастмент, с которым нужно поработать. У меня, кстати, даже был такой ребенок, с которым мы занимались, немножко подгоняли его под критерии школьные, чтобы транзиция прошла легче. Вот подумайте над этими пунктами на каникулах, а я постараюсь первую половину года сделать лекцию по домашнему обучению. У меня есть пара очень хороших знакомых мам, которые этим занимаются, которые уже поделились своими инсайтами. Но не забывайте, домашнее обучение – это редко, очень редко мейнстримные дети. Это чаще дети, которым не подходит системное обучение, массовка по какой-то определенной причине. Есть дети, которым очень хорошо в школе, и делать ничего не надо. Окей? Итак, цель. Напишите, какая цель. Карьера. Подумайте, что произойдет с вашей карьерой, если вам это актуально. Ресурсы. Подумайте, что вы будете делать. Или по-простому возьмем школьные учебники, или я буду зарываться в интернете, искать самое-самое-самое и перегорю. К тому времени, как я уже все нашла, карточек навырезала, у меня уже нет энергии ребенку что-то объяснять. Поймите, что происходит с окружением вашего и вашего ребенка, и как долго вы сможете этим заниматься, и как вы будете это все проворачивать в седьмом-двенадцатом классе. Ну, чаще до седьмой-десятой, четыре года, потому что к шестнадцати годам хоумскулеры довольно-таки такие продвинутые, они уже идут в тейв, некоторые берут онлайн-курсы университетов. Опять же, зависит от ситуации семейной, и некоторые работают уже в семейном бизнесе. Ну, а на сегодня все. Теперь.